Всем привет! Только что пришла бьюти-ужина с мастер-класса от Clorans, на котором мы были международные визажисты. Макияж от Эрика Антониотти и Ольги Комраковой. Было очень интересно. Всегда всех призываю ходить на мастер-классы именно от какой-то марки. Потому что представители марки как нельзя лучше знают, естественно, свою продукцию. Они обязательно вам расскажут какие-то секреты. По крайней мере, один или два секрета вы точно узнаете, если пойдете на мастер-классы. А тем более, когда это еще и ужин. Ну, конечно, там бывает определенное количество людей, их немного всегда. Но мне безумно приятно, что я попала именно в число тех людей, которых пригласили на этот бьюти-ужин. Нас не оставили без подарков. Покажу вам чуть попозже, что нам подарили. Пока расскажу, что мы первыми увидели новинки. У Clorans вышли кисти. Насколько я поняла, их раньше не было. Тональные основы, обновленные теперь с пипеточкой. Тушь. Потрясающе, очень красивая тушка, которая у меня сейчас на бровях. Красивый блеск. Помните масло для губ от Clorans? Теперь это масло еще и с блеском. Потрясающе красивое. И с помощью этих продуктов, но еще и других, конечно же, сделали макияж на модели. Модель тоже была очень красивая девочка. Мне очень понравилось, как Эрик проработал кожу. Очень хорошо получилось. Это был нежирный, красивый, очень тоненький, глянцевый блеск. Потрясающе смотрится, на самом деле. А Ольга потом доработала макияж глаз. Для меня лично это было что-то новое. Она использовала румяна в качестве теней. И потом влажной кистью наносила хайлайтер на глаза. Вот очень красиво. Попробуйте, посмотрите. Я не знаю, можно ли где-то это найти в интернете. Но я думаю, что и так будет понятно. Может быть, я сниму видео подобное. Я надеюсь, если я не буду такой ленивой и смогу снять, все-таки вот я сниму. Хотя у меня нет румяна от Clorance. Но можно использовать, наверное, какие-то другие. Или, по крайней мере, можно использовать даже и тени. Просто показать, как это работает. Такое вот сочетание именно. И потом в конце еще Эрик нарисовал стрелки модели. То есть вот мы увидели сначала кожу, потом макияж один, дневной макияж, можно сказать. И вечерний макияж еще и со стрелкой. Ну, у нас девочки все, наверное, умеют в Дагестане красить стрелки. Почти весь мастер-класс был на английском языке, что для меня было очень сложно. Потому что ты вроде бы все слова понимаешь, а сложить их воедино очень сложно. Ну, была переводчица, на которую не всегда, правда, переводили. Я узнала, что марка Clorance не использует какие-то продукты. У меня знакомая девочка, живя в Финляндии, она сказала, что у них одна из самых марок, достойных, очень популярных Clorance является Clorance. И я сегодня узнала, что, оказывается, марка Clorance, у нее есть целый список ингредиентов, которые не допускаются. Даже если все остальные марки и бренды в своем составе имеют их, то именно Clorance нет. Это очень качественная марка, на самом деле, по своему составу. Давайте посмотрим теперь подарки. Итак, такой пакетик. Вот. И в пакетике был вот этот карандаш. Вот этот карандаш я очень хотела, мы там смотрели. Карандаш в двух оттенках, если можно так сказать. Здесь называется четырехцветная ручка-подводка. Я думаю, что все помнят, наверное, у каждого. Может быть, в школе была такая ручка. Вот такая. Вот здесь четыре цвета. Интересна она еще тем, что здесь она вышла в двух цветах. У меня здесь три оттенка для глаз. Вот здесь глазки нарисованы, вот здесь губки. Один для губ. Есть еще другая ручка. Я советую вам обратить внимание на такую ручку. И там есть потрясающе красивый серый оттенок. Он очень красивый. Просто очень. Я вообще любительница серого цвета. Но вот в той ручке он действительно очень хорош. Работает она так. Мы берем, выбираем нужный цвет. Здесь стрелка. Вот выходит, видите, этот цвет сначала. По стрелке вот так вот проводим. И нужное количество отодвигаем. И рисуем. Очень тонко рисует. Очень хорошо. На глазах еще не пробовала. Попробовала просто на руке. На руке очень красивая, яркая, тонкая стрелка получается. Мне кажется, вот для бровей такой карандашик. Наверное, есть и для бровей вроде. Здесь для глаз и для губ. А вот для бровей тонко прорисовывать очень будет хорошо. Советую вам всем обратить внимание на нее. Единственное, что, конечно, напоминает скорее канцелярскую принадлежность. Но почему нет? Будет что-то интересное у вас. Стоит обращать внимание на такие вещи. Когда все одинаковое у всех, а у вас что-то такое. Кстати, написано Made in Japan. Интересно. Покажу вам тональную основу. У меня номер 101. Иногда сидишь на мастер-классе и вообще не знаю, где ты летаешь и ничего не помнишь. Насколько я поняла, это самый светлый оттенок. И именно к нам его завезли, потому что у нас все любят светлую кожу. Я не любительница светлой кожи. Тем более, мне кажется, что светлая кожа хороша только для тех, кто либо от природы очень светленький, либо полненьким, либо очень молодым. Всех остальных все-таки это старит. Темный тональный все-таки скрывает недостатки. Но для меня он, конечно, очень светлый. Я буду его мешать. Я уже показывала такой тональный темный, с которым можно мешать и получать нужный оттенок. Я как-то обходила всегда стороной именно тональный от Colorance. У меня никогда не было. Но мне очень понравилась его текстура, когда трогаешь, что она такая мягкая, нежная, шелковистая. Здесь пипетка. Мне кажется, это гигиенично. Вы достаёшь пипеткой сколько тебе нужно на руку или на палитру, и потом на лицо. Здесь SPF 15 для осени. Это то, что нужно. 30 мл, как всегда, вот такой красивый флакончик. Этот тональный крем перевыпастили, и теперь здесь ещё больше ухода. То есть он напоминает сыворотку, и можно наносить как дневной крем. То есть здесь больше ухода, чем было раньше. И плюс ещё это 101 номер для белоснежек. Если вы раньше искали тональный крем, очень светлый, и не знали, какой вам купить, потому что всё на лице желтело, то вот, пожалуйста, выход для вас. Этот тональный крем не желтеет. А он остаётся таким же белым. Я буду скоро писать о тональных, которые у меня есть. И, конечно, он туда тоже войдёт. Называется он Skin Illusion. Наверное, все его знают. И потом ещё в таком мешочке кисть для тона. Вот такая красивая кисть. Она очень широкая, она плоская, и будет удобно наносить тональную основу. Ей рашгард, в которой она была. И потрясающие тактильные ощущения, непередаваемые. Просто, если даже вы не будете покупать, вы можете просто их потрогать. Это нереальное что-то. Это можно сравнить с... Осморфное видео – это когда голос, да, вот именно ощущения. Не знаю, что это такое, но вот поощущениям... Ну, если есть что-то подобное, или, может быть, это так же и называется, именно когда получаешь удовольствие от прикосновений. Безумно приятная, красивая кисть. Вообще, иметь такие кисти у себя, мне кажется, в радость будет каждому визажисту и просто любой девушке. Обратите внимание на кисти. Они все были очень красивые. Мне понравилась ещё кисть также для тона. Двойная, как она называется, доуэфибра. Кажется так. Это искусственный ворс очень хорошего качества. И сейчас вы знаете, что почти все марки перешли на искусственный ворс, потому что это более гигиенично, не собирает микробов. И для визажистов, мне кажется, вообще нужно всегда иметь именно кисти из искусственного ворса. Ну, вот это все подарки. Я хотела нанести этот тональный крем, но, думаю, не буду этого делать, потому что на мне уже есть тональный крем, и просто мы не поймём с вами его. Но вот на руку я уже нанесла, посмотрела, и мне безумно понравилось, как он смотрится. Он не очень блестящий, он не матовый, он даёт эффект красивой, холёной, здоровой коже. А если ещё посвятить в нужных местах хайлайтерам, только совсем-совсем чуть-чуть, это будет просто отлично. Будете выглядеть... Знаете, когда здоровая кожа, человек всегда выглядит красиво. Я, пожалуй, совмещу это видео ещё с видео о Лассабоне, потому что у меня есть новые продукты. Сначала покажу вам один баттер-скраб, который я уже показывала. К сожалению, Марка вывела его из производства. Это, наверное, один из последних скрабов, который остался в Израиле, и я его счастливая обладательница. Это мой любимый деликатный жасмин. У меня уже закончился, по-моему, Зелёная долина называлась. Он такой плотный скраб, который застывает. Вот этот почему-то не застывает в деликатный жасмин, но можно его хранить в холодильнике и потом наносить на горячее тело в ванной. Это будет очень приятно, потрясающий эффект и напитанное тело. Здесь, знаете, этой Марке и этому конкретно скрабу можно пить оду просто. Это что-то неописуемое. Кто знает, тот поймёт. Также у меня есть новинка потрясающей красоты. Я вам сейчас её покажу. А новинка это вот это масло. Масло для душа. Вот Сабон это новый аромат. Это новый аромат, новая линейка. Вы посмотрите, она безумно красивая. Здесь уже сразу помпа-дозатор обычно не бывает. Это необычное масло для душа, как у других бывает марок. Это масло, которое пенится, которое очень тонкое, полупрозрачное, которое нереально вкусно пахнет. Вот, например, этот аромат пахнет, знаете, как Новым годом. Не елью, а Новым годом именно тем, что связано с этим праздником. То есть вот это, то, что окутывает нас в этот праздник настроением пахнет. Пахнет Кока-Колой даже. Правда, в Кока-Коле здесь есть аромат. Здесь пахнет предвкушением, подарками. Безумно красивый аромат. Он так красиво раскрывается, и он дает ощущение гармонии, безмятежности, и ощущение того, что все будет хорошо обязательно. Не буду говорить про состав, он великолепный. Называется Вуди Пачули. Вы можете представить, что здесь через травы, через зелень идет сладость. Но сладость не приторная. Кстати, у Сабону это свойственно, но здесь нет абсолютно неприторной сладости. К этому же маслу есть роскошное молочко шелковое для тела. Посмотрите, какое красивое оформление. Это правда очень-очень красиво. Оно так же пахнет, как и масло. После масла вы можете использовать вот это шелковое молочко, которое быстро впитывается. И действительно дарит по ощущениям, по вашим прикосновениям к собственному телу, ощущение шелка на вашей коже. То есть сама кожа ваша становится шелковой. Это еще не все новинки. Есть также масло для душа. Сейчас я покажу другое. В другом оформлении. Вот, посмотрите, какое оформление, какая роскошь. Это также масло. Это пластик, но сделан как будто бы под стеклом. По-моему, это очень красиво. Действительно, здесь это лента. Здесь вот этот логотип. Видите, написано Сабон. Он полностью, его флакончик соответствует этому аромату, потому что он такой же нежный. Это зеленая роза. Он действительно зеленый. Вообще ни одна роза не похожа у Сабон на нам привычную розу. Все-таки это совсем другие ароматы. Они более тонкие, они не такие сладкие, они не нарочитые. Это другое измерение. Я всегда говорю, другое измерение и другая жизнь. Это бесконечно радует глаз. Не только глаз, но и тело, конечно же. Это абсолютный свежий аромат. Здесь немножко, мне кажется, даже есть лимончик. Вот что-то такое. Свежая роза, свежесорванная. Я советую обратить на него внимание. Особенно я советую обратить на него внимание тем, кто не очень любит сладкие отдушки от Сабон. Это вот для вас, наверное, выпустили. Еще такой же скраб. У меня вот такой маленький в миниатюре. Смотрите, все вот так вот упаковано в этот раз. Очень красиво. Это также Green Rose. Маленькие скрабики, мне кажется, для знакомства очень хорошо. Вот вы видите, сколько там масла. Все-таки это великолепный скраб. Это один из лучших скрабов в мире. Если не сказать, что это самый лучший скраб. Который выполняет абсолютно все функции. Если вы не знакомы со скрабами Сабон, но у вас что-то было другое, обязательно приобретите себе скраб. Потому что, мне кажется, не имея скраба, вообще невозможно говорить о том, что вы знаете марку. Вот когда он у вас будет, тогда вы с полной ответственностью можете сказать, я знаю марку Сабон. И еще покажу вот такой Best Ball. Это шарики для ванны. Он пахнет, вот он пахнет действительно елью. Хотя, вы знаете, это тоже Вуди Пачули, но вот совершенно не похоже на масло для душа. Открываем. Вот такой он. Просто даже пока еще не открыла, уже все, вся комната наполнилась этим ароматом. Такой красивый блестящий шарик. Бросаешь его в ванную, следом прыгаешь туда и наслаждаешься. Я небольшая любительница принимать ванны, но, мне кажется, теперь уж точно грех не принять ее. Я оставлю ссылку на магазин, в котором вы сможете купить, конечно же, Сабон. Все то, что я вам сегодня показала. Вот такая роскошь теперь поселилась в моей ванной. Желаю всем приятных покупок. Это были совсем разные миры. Это была Франция, это был Израиль. Всем пока-пока.